Мой Дельвик, милый, товарищ юности живой, товарищ юности унылый, товарищ песен молодых, перов и чистых помышлений. Лицейский друг Пушкина. Вот, пожалуй, первое, что мы вспоминаем, когда слышим это имя, Дельвик. Но Дельвик и сам был поэтом, автором лирических стихотворений, идиллии, написанных в духе античной классики, русских песен, из которых самая известная «Соловей мой, соловей», положенная на музыку Алябьевым. Дельвик был издателем. Он выпускал ежегодный альманах «Северные цветы», «Литературную газету». Дельвик был не только товарищем юности Пушкина и другом зрелых его лет, не только собратом его по перу, он был единомышленником Пушкина, одним из лучших людей того времени, которое мы называем «пушкинской порой». Обратимся к нескольким эпизодам жизни Дельвига, перечитаем строки его поэтических творений, посмотрим на него глазами друзей. 1823 год. Ноябрь. Одесса. Пушкин просыпается по обыкновению рано. Он соскакивает с кровати и, шлепая по полу босыми ногами, в одной рубашке выходит на балкон. Небо затянуто тучами. Слуга в белой на выпуск рубахе распахивает дверь. В одной руке у него поднос, а на нем медный, давно нечищенный кофейник с тонким, причудливо изогнутым носиком. В другой руке пачка конвертов. Слуга бросает конверты на стол, ловко выхватывает откуда-то из-под мышки салфетку, растилает на табурете и ставит на нее кофейник. Откуда бумаги? Почта. Черный прикажете или со сливками? Письма. Письма давай скорее. Извольте. Да ладно, ладно, иди, я сам. Дельвик. Пущен. Дельвик. Снова Дельвик. Прелесть почта. Надо же, чтобы сошлись все сразу. Пущен и на сей раз не расщедрился. А вот, Дельвик, душа моя, вот тебе и ленивец. Дельвик. Три письма. Да по листу кругом. Да со стихами. Бо. Дельвик пишет сонеты. Не часто к нам слетает вдохновение, и краткий миг в душе оно горит, но этот миг любимец мус ценит, как мученик с землей разлучения. Дельвик, кажется, добился единственного, чего ему недоставало, точности языка. Но этот миг любимец мус ценит, как мученик с землей разлучения. В друзьях обман, в любви разуверенье, и яд во всем, чем сердце дорожит. Забытый им восторженный Пит, уж прочитал свое предназначение. И презренный, гонимый от людей, блуждающий один под небесами, он говорит с грядущими веками. Он ставит честь превыше всех частей, он клевете мстит славою своей и делится бессмертием с богами. Ах, Дельвик, Дельвик, как он шагнул! От ранних лет я пламень ненапрасный храню в душе благодаря богам. Я им влеком к возвышенным певцам с какой-то любовью пристрастной. Я Пушкина младенцем полюбил, с ним разделял и грусть, и наслаждение, и первый я его услышал пенье, и за себя богов благословил. От писем и стихов Дельвига повеяло жизнью лицейской. В памяти возник образ Дельвига-лицеиста. Глаза сонные, говорит тоже, словно с просонок, медленно, тихо, и все будто не в попад. Отвечая из французского, слова произносит дурно и показывает на картинке не те предметы, которые называют. Товарищи смеялись, а Дельвиг спокойно объяснял. Я близорук, плохо вижу. Очки в лицее, как и при дворе, запрещено было носить. Из лицеистов Дельвиг первый стал печатать свои стихи. Но писал мало, и до ныне мало пишет, словет ленивцем. Когда я в хижине моей согрет подстеганным халатом, не только графов и князей султана не признаю братом. Но как бывало, загорались глаза его, когда придумывал разные истории. Однажды в темном лицейском коридоре рассказывал товарищам про поход 1807 года, выдавая себя за участника тогдашних происшествий. Да говорил так живо, так правдоподобно, что верили, верили. Всякий вечер собирались вкруг него и требовали продолжения. Директор лицея Малиновской, желая укорить воспитанника во лжи, присоединился к числу слушателей. Но Дельвиг, как ни в чем не бывало, продолжал повествование. И посрамленным оказался директор. Никто из лицеистов не усомнился в истине Дельвиговых историй. Пушкин дочитывает письма. Он встает, быстро одевается. Перед тусклым зеркалом в тяжелой резной раме завязывает широкий черный галстук. Надевает черную шляпу с низко опущенными полями. В карманы сюртука сует комкое письма Дельвига. Но стихи его, только что прочитанные, он уже помнит наизусть. Хорошие стихи он сразу запоминает. Недаром Жуковский исправляет в своих стихах то слово, которое забывает сверчок Пушкин. Значит, дурно написал. Обедать Пушкин зван графу Воронцову, под началом которого служит здесь, в Одессе. Пушкин не любит чопорные графские обеды, скучные и утомительные. Он и на этот раз встает из-за стола с лицом злым и пресным. Сосед, заезжий офицер генерального штаба, старается завести беседу. Что вы обычно делаете после обеда? Отдыхаю от обеда. Ваша последняя поэма, Александр Сергеевич, у всех на устах. Простите мою нескромность. Чем вы теперь заняты? Ищу свою шляпу. Графиня. Вы, кажется, избегаете нас, Пушкин. Мы все скучаем без вас. Вы удостоите нас сегодня чтением своих стихов? Не своих, сударня. Но эти стихи много превосходят мои. Золотых кудрей, приятная небрежность, Небесных глаз мечтательный привет, Звук сладкой уст при слове даже нет, Во мне родят любовь и безнадежность. На то ли мне послали боги нежность, Чтоб изнемог я в раннем цвете лет. Но я готов. Я выпью чашу бед. Мне не страшна грядущего безбрежность. Браво, браво, браво. Позвольте же узнать имя сочинителя. Это мой друг, барон Дельвик, сударыня. Дельвик? Дельвик. Но он пишет мало. Все говорят, он ленив. Причина, по которой он пишет мало, Может быть, и не в лени, А в его способе писать. Случалось еще в лицее, Он рассказывал мне стихи, Которые писал год, два и три спустя. Однажды после скучного математического класса Он рассказал мне русскую идиллию. Старый солдат бредет на костылях в родное село. Радушные пастухи приютили его на ночь у костра. Проезжий офицер заворачивает на огонек И радует солдата вестью о победе. Десять лет минуло, А он так и не написал. Возможно ли творить, Задремовая подстеганным халатом? Ну, в самой его лени, Как и в его стихах, Есть своя гармония. Дельвик служит музам несуетливо. Мы подстегиваем вдохновение. Дельвик ждет его. Стихи его хороши, Но творения его прославленного друга Много совершеннее. Ох, вы не правы, графиня. Дельвик не оценен по достоинству. Неизменный удел тех, Кто не ищет рукоплесканий, Воспитывает свой гений в тиши. Говоря о достоинствах Дельвига, Я не могу забыть о том, Что он утешал меня, Провожая сюда в изгнание. И действительно, Здесь я имел счастье Встретить вас, сударня. 1827 год. Июнь, Петербург. Минувший зимой Ходил по рукам отрывок Из старого стихотворения Пушкина Под новым заголовком На 14 декабря. Поэт едва убедил царя, Что стихи эти Написаны гораздо прежде Последнего мятежа. В столицу Пушкина Еле-еле пустили. Бенкендорф в письме Грозил ему пальцем, Будто мальчишки. В Петербурге Пушкин Пушкин тотчас примчался К Дельвигу. Обнялись, Поцеловали друг другу руки. И тут барон заявил Пушкину, Что желает иметь у себя Портрет любимого друга. Дельвиг уже договорился С художником Алиастом Кипренским, Что привезет к нему Пушкина Позировать. Дельвиг явился за Пушкиным Еще до полудня. Ха-ха-ха, душа моя! Ты или это? По твоим правилам Должны тебе в эту пору Еще видеть прекрасные сны. Поспешай, поспешай, Одевайся, да пойдем немедля. Живописец своенравен и раздражителен. В Москве заставили сидеть В халате перед Тропининым. Теперь начинай все сначала. Ну, да будь по-твоему. А то, чего доброго сошлют снова, Совсем позабудешь, каков я. Ты, душа моя, Только не шуми на улице, Да не задирайся с квартальными. Я государю слово дал Вести себя благонравно. Хорошо, хорошо, не буду. Художник живет на фонтанке В доме Шереметьево. С тех пор, как Кипренский Вернулся из Италии, Все о нем замолчали. Да, государыня прежде к нему благоволила, Теперь же точно позабыла о нем. Узнав про то, Во многих домах ему отказали. Болтали всякое. Но, говорят, причина немилости В подозрении будто связан был Кипренский с итальянскими заговорщиками, Карбонариями. На службе художник не состоит, Квартира и стола ему в отечестве Не полагается. Хорошо богат Шереметьев приютил. Не то влачить бы лучшему нашему живописцу Существование нищенское. Я читал похвалы Кипренскому В альманахе твоем Северные цветы. Следовало поддержать его Среди всеобщего неодобрения. Кипренский прекрасен, душа моя. Посмотри в Эрмитаже его портрет Молодого садовника. Вещь близка к совершенству. Кипренский встречает их в домашнем халате, Пестрящем резкими зелеными и красными полосами. Взгляд его напряжен. Художник самолюбив, горячий. На стене висит круглый портрет Жуковского. Василий Андреевич на портрете молодой. Густые волосы слегка вьются. Широко расставленные глаза. Веселые, ясные. Таким Жуковский приезжал к Пушкину в лицей. Пушкин вглядывается в портрет. Сколько воды утекло. Особливо Невской. Невская вода нынче холодна. Вредна для мрамора и для холстов. Не знаю, полезна ли для разведения чернил. В молодые годы имел счастье писать и рисовать Жуковского, Батюшкова и многих других достойных людей. Главное же имел счастье считать себя их другом. Меж тем, как замечают киприянские лица их, И кистью чудесной, с беспечностью прелестной, Он пишет их портреты. Это Батюшкова стихи, я помню. Жизнь отучает от беспечности. Да и лица в Петербурге с некоторых пор холоднее Невской воды. Когда-нибудь я напишу идиллию о золотом веке. Точно мы счастливы были и боги любили счастливых. Я еще помню оное светлое время. Твои идиллии, Дельвик, для меня удивительны. Какую силу воображения должно иметь, Чтобы перенестись из нашего девятнадцатого столетия в золотой век? Какое необыкновенное чутье изящного, Чтобы угадать суть и слог греческой поэзии. Но я напишу идиллию о конце золотого века. Счастье гость на земле, а не жители ее. Счастья нам уж не найти. Я видел Карбонариев. Они покорили Италию, и за несколько дней Я слышал рукоплескание народа. Но старое вернулось. Позже я видел здесь 14 декабря. После того декабря весна, кажется, уже не наступит. У меня остался портрет Рылеева. Набросок карандашом. А помнишь, милый Дельвик, Как ты восторгался Рылеевскими стихами Весной двадцать пятого года, Когда навестил меня в Михайловском? Все барышни из соседнего Тригорского Влюбились в тебя, А ты даже внимания не обратил на прелестных дев. Все валялся на постели И зачитывался стихами Рылеева. Стихи-то пророческими оказались. Судьба меня уж обрекла. Но где, скажи, когда была Без жертв искуплена свобода? Тогда строки эти все твердили. Но думал ли кто, что так близко от слов до дела? Кипренский подходит к Мольберту, Склонив голову, ставит ровнее холст, Смотрит, заточен ли уголек, Привычным движением пробует кисти. Угодить мне портретом непросто. Я часто слышу, что собой он неблагообразен. Но это, признаюсь, меня глубоко трогает. Пушкин, скрестив на груди руки, Стоит перед художником. Дельвик примастился поодаль в кресле. Пушкин пристально смотрит на Кипренского. Лицо художника, Минуту назад настороженное и мрачное, Поражает его. Словно пронеслось мимо Темное облако житейских бурь. Морщины разгладились, Глаза стали теплее и глубже. И в памяти Пушкина Ожили полюбившиеся стихи Дельвига. Не часто к нам слетает вдохновенье, И краткий миг в душе оно горит. Но этот миг Любимец Мус ценит, Как мученик с землей в разлученье. В друзьях обман, В любви разуяренье, И яд во всем, чем сердце дорожит, Забытый им. Ах, Дельвиг, Какая прекрасная мысль! 1830 год, Петербург. Осень поздняя, За окном темень, И в комнатах темно. Дельвиг в малиновом шлафроке Бродит по маленькому своему кабинету. Тоска. Он любит петь свои русские песни. Его песни нынче все поют. Соловья Или, ах ты, Ночь ли ноченька. Недавно для Глинки Написал он песню Неосенний мелкий дождичек. Глинка положил ее на музыку. Тоже все сразу стали петь. Дельвиг садится за клавикорды. Соловей мой, Соловей, Голосистый Соловей. Ты куда-куда летишь? Где всю ночь Пропоешь? Одно время стали говорить, Будто сочинена песня На ссылку Пушкина. Дельвиг не спорил. Пушкин смотрит на него со стены С портрета, написанного Кипренским. Сейчас Пушкин снова далеко. Нижегородской губернии В город Арзамас По симбирскому тракту В село Абрамово Для доставления в сельцо Болдина. Вот куда теперь ему письма пишут. Ты лети, мой Соловей, Хоть за три девять земель, Хоть за синие моря На чужие берега. Побывай во всех странах, В деревнях и городах, Не найти тебе нигде Горемышнее меня. Пушкин отправился перед женитьбой Улаживать дела в родовую свою деревеньку, Где, оговаривал, живут одни петухи да медведи, И застрял там. Когда Пушкин уезжал из Петербурга, Дельвик собрался его провожать. Пошли пешком. Все не хотелось им расставаться. Зашли позавтракать в низенький трактир. Дельвик стал рассказывать повесть, Которую намеревается написать. Пушкин смеялся. Ну, душа моя, Я от тебя стихов годами дожидаюсь. Что же будет с прозою? В царском селе, Где впервые встретились когда-то, Поцеловали друг другу руки И расстались. На днях прислал Пушкин Дельвику стихи Для альманаха «Северные цветы». Посылаю тебе, барон, Мою вассальскую подать, Именуемую цветочную, По той причине, Что платится она в ноябре, В самую пору цветов. Доношу тебе, Моему владельцу, Что нынешняя осень была детородна, И что в замке твоем Литературной газете Песни трубодуров Не умолкнут круглый год. Нет больше у меня Литературной газеты. Весь нынешний год Отбивал с Пушкиным Доносы и Пасквили Булгарина, Выслушивал придирки, Наставления и выговоры Третьего отделения. В последних числах Минувшего октября Дельвик напечатал в газете Четыре строки Французского стихотворения. «Франция, Скажи мне их имена. Я не вижу их На этом печальном памятнике. Они победили так быстро, Что ты стала свободной Раньше, чем их узнала. Стихи посвящены Жертвам июльской революции. А потом... А потом ввели в кабинет Бенкендорфу Точно арестанта с жандармами. Ты опять печатаешь Недозволенное. Низость какая! Ты! Ты, будто лакею! В ответ и слова не дал сказать. Я тебя с твоими друзьями, С Пушкиным твоим В Сибирю прячу. Как жаль, Пушкин далеко. Был бы Пушкин рядом, Все было бы лучше. Ничего бы лучше не было. Не больно-то он Счастливец Пушкин, А хочется. Надо, чтобы был рядом. Друзей любить знаю, А разлюбить хоть убей не умею. В последнее время Все кажется Дельвигу, Будто выполнил он Свое земное предназначение. Вот написал Конец золотого века И обещанную Пушкину Еще в лицее Русскую идиллию про солдата. И двустишие. Мы не смерти боимся, Но с телом расстаться нам жалко. Так не с охотою мы Старый сменяем халат. Критики над двустишием Поизмывались вдоволь. Но Пушкин хвалил, Удивляясь, что о предмете Столь серьезном и трагическом Сказано кратко, Просто и выразительно. Потом несколько раз Пушкин смотрит с портрета, И от взгляда его На сердце теплее. Соловей мой, соловей, Голосистый соловей. А соловей голосистый далеко Не успеет приехать Утешить сердечного друга. Жить Дельвигу осталось недолго. Он умрет два месяца спустя, 14 января 1831 года. Тридцати трех лет отруду. Публика в ранней кончине Дельвига Обвиняет Бенкендорфа, Отметит в дневнике современник. А Пушкин напишет Грустно. Тоска. Вот первая смерть Мною оплаканная. Никто на свете не был Мне ближе Дельвига. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин